Улицы Плеханово, Лаврово, Тимирязево, Высокогорное, переулок Виноградный, Барановка. Весь этот район и обслуживала магистральная канализационная линия, находившаяся в нерабочем состоянии. Её протяжённость – 1170 метров. Заменой трубы занялась администрация города. Ручьи с характерным запахом в основном протекают на территориях многочисленных металлобаз, которые строились на этом же изношенном коллекторе. Частично разрушены и колодцы. Поэтому подрядчики построили новые 20 штук. На сегодня достроен и сам коллектор. Строители переложили тысячиметровую абонентскую линию. Протяжка трубы проводилась в несколько этапов, в том числе методом горизонтально направленного бурения. Осталось произвести переврезку основной магистрали в новую построенную ветку. Посмотрим, как она поведёт себя. Ожидаем, что это всё будет хорошо. И весь микрорайон, который находится выше нас, это Баранук, Этимирязево, она канализована как раз-таки в эту линию. Она потечёт уже по своему руслу, потечёт на очистные сооружения. Администрация города вступила в фазу решения этого вопроса активным образом и является координатором этой работы. У нас здесь задействовано самое большое количество сейчас служб коммунальных, которые есть в городе, потому что это расстояние не маленькое. И, повторюсь, уже работы у нас вышли на финишную прямую. Проблема оказалась большой, но с ней справились. Сложнее было определить место повреждения. Сама линия старая, под землёй масса электрических коммуникаций. Да ещё и участки здесь оползневые. Сложные, потому что проходят по тяжёлому рельефу местности. Много здесь сетей, поэтому преодолеваем трудности, как умеем. Стараемся сделать быстро по поручению города. Канализация делается качественно, потому что делается под присмотром администрации города, водоканала. Выполняем всё по нормам, как положено. Я думаю, что здесь проблем у нас нет. Делаем хорошо, чтобы было надолго. Коллектор подрядчики восстанавливают в круглосуточном режиме и сдадут новый участок канализации городу 15 октября. Работа по выполнению и пресечению сброса неочищенных стоков началась в Сочи в 2015 году. За это время было выявлено более 13 тысяч объектов нарушителей. На 12 тысячах недочёты уже устранены. Мониторинговые группы продолжают свои рейды в ежедневном режиме.